приветствую всех уважаемые трейдеры на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов и на наши торговые идеи и позиции сегодня для финансовых рынков важный день потому что сегодня фрс подведет итоги своего двухдневного заседания они будут оглашены в 21.00 по московскому времени и традиционно после этого спустя 30 минут пройдет пресс-конференция руководителя фрес джерома паула где очень много будет сказано о текущем состоянии американской экономики о планах федрезерва по дополнительному ее стимулированию и конечно же будет много вопросов от прессы поэтому мы закладываемся под хорошую волатильность на финансовых рынках и прежде всего ждем именно пресс-конференцию потому что по ставкам каких-либо изменений не предвидится ну а во всем по порядку давайте начнем с рынка нефти бренд 40 48 это ниже чем локальные максимумы которые были зафиксированы несколько дней назад и целом мы можем сказать что давлеющий эффект на нефтянку сохраняется третий день подряд заманчиво чтобы сейчас опять же войти в короткие позиции и попробовать выжать еще более мощную коррекционную динамику но повторюсь друзья я пока что не вижу хороших уровней для подобного рода активности и продолжаю сидеть на заборе если кто-то из вас все-таки в сделках прокомментируете ситуацию на что вы в целом рассчитываете и до какого уровня ожидаете нефть может просесть я все-таки буду настраиваться на то что снижение произойдет в нем я участвовать не буду а вот в следующем выкупе пожалуй поучаствую что касается факторов из-за которых рост нефтянки прекратился несколько это соглашение опек которые хоть и продлили на один месяц но очень много вопросов к его эффективности потому что страны не очень-то охотно выполняет обязательства и квоты по сокращению нефтедобычи следующий момент это комментарии бена салмана который в целом вещает за весь регион пересидского залива по тому сколько нефти и кто должен добывать и помимо соглашения опек повторюсь что было еще другое соглашение о добровольном снижении нефтедобычи так вот это добровольное снижение нефтедобычи дополнительно на 1 и 2 миллиона объединенными арабскими эмиратами кувейтом и саудовской аравии будет действовать только в этом месяце со следующего уже нет следующий момент на который хотелось бы сделать акцента и скажем обозначить риторику того что усилия стран опек пор и бы по реабилансировки рынка подрываются еще и тем что мексика не участвует соглашение опек и ливия после раскупорки скажем так месторождение шара увеличила производство и соответственно в ближайшие недели выкинет на рынок больше 300 тысяч баррелей в сутки модис прогнозирует снижение цен на нет до конца этого года по бренду среднюю цену бренду в районе 35 долларов за баррель еще три недели назад значился прогноз по их оценке в 45 долларов за баррель всемирный банк хоронит мировую экономику отмечает что перспективы будут там довольно туманными есть очень высокая вероятность повторной вспышки коронавируса и я думаю что все вы видели новости от всемирной организации здравоохранения что в ланг в рамках планетарных скажем масштабах был зафиксирован снова резкий скачок общего количества на заболевших мировой ввп может снизиться на 5 и 2 процента но я думаю сами прекрасно понимаете как это может отразиться на спросе на углеводороды ну и локальный фактор на который я также возлагаю надежды в качестве причины снижения нефтянки это данные по запасам которые выйдут сегодня от официального ведомства с точки зрения американского института нефти отчет которому буквально несколько часов запасы выросли это традиционный фактор снижения если официальные цифры будут похожими то котировки бренда легко могут завершить сегодняшнюю торговую сессию ниже 40 долларов за баррель индекс доллара вот друзья здесь мы сделаем самый большой упор и приурочим у опять же к фундаментальному на фону повторюсь что событие номер один номер два и номер три это текущее заседание федрезерва и пресс-конференция соответственно по доллару повторюсь я нахожусь в длинных позициях и делаю ставку на то что сегодня американская валюта укрепиться если этого не произойдет то я пожалуй пересмотрю свое отношение к дальнейшим перспективам доллара но думаю что до этого не дойдет что мы сегодня можем услышать от джерома пау то что американская экономика эффективно противостоит последствиям пандемии это позитивный момент он может подтвердить готовности к дополнительным мерам стимулирования экономики и по идее это ведь мягкая риторика которая традиционно должна приводить к ослаблению курса валюты стоящий за регионом где центральный банк анонсирует такого рода а политику но в этот раз реакция доллара может быть другой потому что мы говорим о последствиях вот этих триллионных инъекций которые делаются в экономику в том числе последствия в виде роста инфляции и конечно же американские регуляторы прекрасно понимают что это представляет значительный риск для девальвации доллара и обесценивание других активов которые относятся к категории американского рынка если ситуацию не исправить то доверие инвесторов к американскому рынку может быть серьезно а подорвано поэтому уверен то что сегодня помимо того что экономика восстанавливается джером пау может пролить свет на планы фрс а потому как будет изыматься ликвидность рынка и конечно же должен все-таки успокоить общественность отметив что нет никакого риска инфляционного ралли а если он начнет маячит а в перспективе ближайших месяцев фрс соответственно этот риск нейтрализует поэтому по доллару длинная ставка друзья завтра подведем итоги но я думаю что у нас будет возможность говорить о хотя бы локальном бычьем ралли золото 1716 в моменте мы наблюдаем 1720 уровень тестировался я говорил что если этот уровень все-таки будет протестирован трейдерами то открою собственно длинную позицию я уже в баре bitcoin 9754 ждем повторного тестирования десятки я думаю что это произойдет в ближайшее время все чаще и чаще покупатели пытаются сделать этот рубеж взять высоту и наверное одна из следующих попыток точно кажется результативной по доллару канадцу 1 33 97 держу длинные позиции потому что как вы уже поняли прокомментировал ситуации с нефти допускает то что нефтянка может снизиться и идею слабой нефти я отыгрываю в ослабление курса канадского доллара евро против американцы фунт доллар здесь друзья все без изменений фон игнорируется в б еврозоны спад на 3 6 процента но нулевая реакция для главного валютного риска завтра важное событие для евро поскольку пройдет заседание встречи министр финансов еврозоны где будут обсуждать и согласовывать ранее поставленные на повестку вопросы о фондах до постимулирования экономики но пока что евро и фонд подчиняются ироничным настроениям мы смотрим на кайман друзья у нас перевес в продажах и до тех пор пока расстановка сил не изменится и евро и фонда скорее всего будут расти поэтому европейская валюта с текущих уровня 1 13 41 легко может оказаться выше планки 1 14 фунт против доллара здесь цели в районе отметки 128 129 на этом друзья все большое всем спасибо за внимание всем всего доброго пока